Вполне возможно, что название моей лекции для вас будет звучать несколько парадоксально, потому что то, что вы, когда смотрите один на один ночное небо, звёздное небо, вы чувствуете полностью себя умиротворёнными, настолько спокойным, вот нам представляется для нас то небо, наполненное созвездиями, планетами, всё, что есть в нашей Вселенной. Однако это не так. Очень часто, ну раз в десятки лет, в нашей галактике звёзды взрываются. Я заранее скажу, я немножко расскажу вам потом о Солнце, когда-нибудь и наше Солнце с вами взорвётся, но это будет тогда, когда уже на Земле всё очень сильно изменится, это где-то миллиарды лет. Так вот, иногда в нашей звёздной системе, в нашей Вселенной звёзды взрываются. Пожалуйста, запомните этот физический или астрофизический факт. Но я начну свою лекцию, свой рассказ с другой истории. Она произошла в начале прошлого века, в 12-м году. Был такой известный физик, его фамилия Гесс. Он любил летать на аэростатах, и одновременно он занимался физическими науками. И вот он решил вдруг попробовать, а что будет с воздухом, что будет с электричеством в воздухе, с электрическими зарядами в воздухе, если попытаться подняться над Землёй. Уже тогда было известно, что наша Земля с вами, в общем, она немножко радиоактивна. И вот эта радиация, вот эти частицы радиоактивные, которые поднимаются из Земли, они ионизируют воздух, и поэтому наш воздух с вами над поверхностью Земли становится ионизованным, наполненным электрическими зарядами. А он решил посмотреть, а что будет дальше, если поднять аэростат вместе с такими приборами, которые измеряют электрические заряды, там, на высоте. И он взлетел на высоту, несколько сотен метров, достиг даже километровой высоты, и увидел чудесную картину с точки зрения физики. Вначале вот эта ионизация воздуха, заряд воздуха, электричество уменьшалось, количество электричества в воздухе. Это было совершенно понятно, потому что чем дальше от Земли поднимается аэростат, тем меньше он будет чувствовать прибор, расположенный на нем, те электрические заряды, они просто рассеиваются. Радиоактивность уменьшается. Это было понятно. Но потом он увидел чудесную картинку, вот эту, видите? Кривая поползла вверх, радиоактивность воздуха начала увеличиваться. И вы знаете, он довольно быстро догадался о том, что, вероятно, вот эту радиоактивность воздуха или электрическую ионизацию воздуха вызывают не те частицы, которые идут из-под земли, из земли, из нашей почвы, из камней, а те частицы, которые приходят к нам из Вселенной. Вот он догадался, и за эту догадку через 26 лет он получил Нобелевскую премию. Это было открытие космического излучения. Это было открытие космических частиц. А вот сегодня мы знаем уже прекрасно, что да, Вселенная наполнена пылью, газом, она наполнена плазмой, но среди них есть очень энергичные частицы, среди этого вещества во Вселенной есть очень энергичные частицы, которые зарождаются каким-то образом в нашей галактике, где мы с вами живем, которые зарождаются в других галактиках, далеко от нашей галактики, и все они, часть из них прилетает к нашей Земле. Так вот, загадка нашей науки, которой я занимаюсь, которая занимается моей коллегией, заключается в том, чтобы понять, а где источники этих частиц, да, и почему я заранее могу сказать, они достигают огромных энергий, они разгоняются до огромных скоростей, практически до скорости света многие из них, эти частицы. Где те ускорители во Вселенной, которые дают такую значительную энергию тем частицам? Вот здесь как раз на этом рисунке я и нарисовал. Часть частиц рождаются в нашей галактике, а часть частиц прилетают извне, из других галактик. А вот перед вами не галактика и не Вселенная. Это туннель. Туннель в Церне, под Женевы, под славным городом Женевы. Там построен самый гигантский сейчас ускоритель частиц. И там мы, физики, научились разгонять частицы до огромных скоростей. До огромных скоростей. Они приобретают огромную энергию. И физики научились их сталкивать. Так вот, запомните, пожалуйста, вот энергию, которая выделяется при их столкновении, равняется 10,17 степени электрон-вольт. Вот это сумел сделать человек сегодня. Вот больше мы не умеем ничего сделать. До больших энергий не умеем разогнать частицы, здесь находясь на Земле, с помощью наших установок. А Мария Шарапова, замахнувшись ракетки, ударив по мячу теннисному, разгоняет вот этот шарик до 10 джоулей. 10,20 электрон-вольт. На три порядка больше энергии, чем та энергия частиц, которая выделяется при столкновении в Большом Адронном Коллайдере в Церне. Запомните, пожалуйста, эту цифру. 10,17 то, что сделал человек, и 10,20 то, что сделала Мария. Так вот, оказывается, частицы, которые рождаются в нашей Вселенной и прилетают к нам на Земле, да? Но мы живем на Земле, поэтому мы регистрируем то, что здесь видим, с помощью своих экспериментальных установок. Так вот, оказывается, большая часть их не долетает до поверхности Земли. Почему? Эти частицы ударяются в нашу атмосферу, а наша Земля обладает исключительно физическим такой свойством. Она имеет воздух вокруг себя, атмосферу. И эти частицы, ударяясь в атмосферу, гибнут. А как они гибнут? Они рождают массу других частиц, так называемые, мы называем это каскадом вторичных частиц. И они отдают свою энергию более мелким, более многообразным частицам. И они гибнут таким образом. Вот это уже картинка, это уже реальное моделирование физического такого процесса. Частица попадает в Землю и гибнет. Все, вот эти космические лучи не достигают Земли. Большей своей частью. Только самые энергичные, самые высокоскоростные частицы, зарожденные во Вселенной, могут достичь поверхности Земли. Мы с помощью нашей атмосферы предохранены от их воздействия. А вот это другая история. И она началась после Второй мировой войны. И ученые, которые занимались космическими лучами, среди них были наши соотечественники Вернов из Московского университета, Чудаков, который работал в Московском университете. Они решили посмотреть, они решили поймать вот те частицы, которые еще не успели провзаимодействовать с атмосферой. Которые только подлетели к границе атмосферы. Их поймать с помощью физических приборов. Что для этого надо сделать? Надо взлететь было над Землей. И так получилось, что Вернер фон Браун, который сделал Фау-1 и так далее, Фау-2, ну, предоставил в этом смысле, в кавычках, конечно, такую возможность. Вот на тех ракетах, которые были экспроприированы у немцев, были осуществлены первые эксперименты по поиску вот этих частиц после войны. С Капустиного Яра, с нашего первого космического полигона, запускались ракеты. Сначала это были Фау, потом это стали Р-1, наши королевские ракеты. Но вот эти ученые наши запускали ракету, устанавливали там детекторы и пытались понять, смогут ли они увидеть те первозданные частицы, которые вот ускоряются во Вселенной, создаются какими-то объектами во Вселенной. Но они не смогли этого сделать в полной мере, потому что ракеты летали до высот где-то вот километров 100-120. А атмосфера простиралась и дальше. Поэтому надо было взлететь выше для того, чтобы поймать эти частицы. Надо было лететь в космос. И вот такая возможность предоставилась в 1957 году, когда началась космическая эра, когда был запущен первый спутник. Но первый спутник полетел без научной аппаратуры, на нем был установлен только передатчик. Хотя сам передатчик, я могу сказать, тоже принес научную информацию. Но случилось так, что благодаря усилиям нашего соотечественника Вернова из Московского университета, который уговорил руководство в лице Королева поместить уже на второй спутник, а помните, на втором спутнике летела собака, лайка. И вот вместе с лайкой полетел первый в мире физический прибор. Вернов установил прибор для регистрации космических частиц. Он хотел посмотреть, сможет ли он и его коллеги увидеть вот эти частицы в первозданном виде, повторяю, не успевшие произвемодействовать с нашей атмосферой. Вот эти наши коллеги из Московского университета сделали этот прибор. Вот она. Это простая трубка. Мы его называем, который детектор Гаггера-Мюллера. Он позволяет регистрирует вот эти частицы. Они заряжены. Это элемент радиации в космосе. Вот эти частицы, попадая вот в эту трубку, они вызывают определенные электрические сигналы, которые регистрируются. Прибор очень простой. Так вот они сделали. Вот Юрий Иванович до сих пор работает в нашем институте. И они натолкнулись сразу на неожидаемый ими эффект. Вот он нарисован здесь. Попробуйте. Я попробую вам его пояснить. Вот эта пунктирная линия – это то, что они уже дали увидеть. Они заранее посчитали, сколько космических частиц будет в определенной точке пространства, где летит спутник, второй спутник. А увидели вот эти вот, видите, горбы, флуктуации, как мы называем. Они увидели флуктуацию и сказали, что это необычное. И здесь совершили ошибку. Наука невозможна без ошибок. И, в общем-то, до конца они очень понятны, вернее, имеются разные точки зрения, что движет науку. Правильные результаты или ошибки. Так вот они совершили ошибку. Они взглянули в этот момент на солнце. Ну, я имею в виду, они запросили данные по Солнцу и увидели, что в то время на нашем Солнце была солнечная вспышка. И сделали вывод, что это солнечные частицы. Вот избыток, вот тот, который они зарегистрировали с помощью своих детекторов, это ничто иное, вот эти горбы. Это приход солнечных частиц. Это дополнительная радиация около Земли, созданная нашим Солнцем. Вот так совпало. В это время была небольшая солнечная вспышка. А на самом деле это было другое. Американцы через три месяца после запуска второго космического аппарата, нашего второго спутника Земли, в точности такой же прибор запускают на своем «Эксплорере-1». Это сделал Ван Алин. Вот он в середине поднимает первую ракету, первый «Эксплорер», первый спутник американский. А справа от него, кстати, Вернер фон Браун, немецкий инженер, который помогал американцам после войны создавать космическую промышленность. И они тоже увидели необычный эффект. Вот их детектор, видите, вот эти вот тоже такие квази-горбы с правой стороны нарисованы. Они... Это было неожиданно. Они увидели, что в определенных точках пространства радиация. Радиация в космосе, количество частиц, но превысило все мыслимо ожидаемые величины. И они поняли, что наша Земля окружена радиацией. И здесь они тоже совершили ошибку, сделав первый вывод. Всю жизнь Ван Алин работал в области изучения полярных сияний. И уже к тому времени было известно, что полярное сияние вызывается очень низкоэнергичными частицами, плазмой, которые взаимодействуют с воздухом. И в результате этого свет, появляется вот этот свет, аврора, полярное сияние над нашими полюсами в авроральной зоне. И он сказал, да, это низкоэнергичные частицы. Вот мы их зарегистрировали, летя над ними в космосе, на своем «Эксплоре-1». Они регистрировали очень энергичные частицы, они низкоэнергичные. Это принципиальная была ошибка, но без этого нельзя было. Они были, и Вернов, и Ван Алин были первопроходцами. Прошло 2-3 месяца, и все поняли, что они обнаружили, и Вернов, и Ван Алин обнаружили совершенно новое явление, физическое явление в околоземном космическом пространстве, которое называется радиационными поясами Земли. Они обнаружили очень энергичную радиацию, которая захвачена магнитным полем Земли. У нашей с вами планеты есть не только воздух, атмосфера, но есть и магнитное поле. Этим мы отличаемся от многих других планет. Но это заметение космических лучей. Цель эксперимента была поиск первичных космических лучей, но они обнаружили другое явление – радиационные пояса. Теперь мы прекрасно знаем природу этих радиационных поясов Земли. Уже более 60 лет мы их исследуем, и понимаем, что это частицы, которые образуются за счет разных механизмов физических. Они захватываются магнитным полем. И на самом деле, знаете, на что это похоже? Это похоже на тот термоядерный реактор, который до сих пор человеку не удается создать. В термоядерном реакторе, вот Этер, да, это наиболее, так сказать, близкий, перспективный реактор, который, видимо, будет все-таки создан через 20-30 лет, кстати, когда я был в школе, к нам пришел сотрудник Курчатовского института и сказал, вы не волнуйтесь, через 5 лет мы запустим. Ну вот прошло уже 50 лет или 60 лет, и Этер еще, или термоядерный реактор в полной мере не работает. Так вот, природа создала то, что человеку на самом деле до сих пор не удается сделать. Но есть какая-то аналогия, есть большая аналогия. Так вот, что сделали Вернов и Ваналин? Вернов слева, Ваналин справа. Они открыли новое явление в космическом пространстве. Заметьте, они действовали совершенно независимо друг от друга. Секретность была настолько высока, что нашим запрещали общаться, американцы что-то не знали о нас. Мы не получали всю информацию с наших первых спутников, потому что она транслирует нас наземной станцией за границей. В общем, было масса сложностей. Но вот две команды, Ваналин и Вернова, пришли примерно к одинаковому выводу. Они открыли новое явление в космическом пространстве. Но это были не космические частицы, о которых я начал рассказывать, начал свою лекцию. Итак, космические лучи, огромные энергии частицы, летящие практически со световой скоростью. Они приходят к нам из нашей галактики, они прилетают к нам из других галактик во Вселенной. Где их источники? Где их ускорительные механизмы? И вот сегодня, я просто сразу могу вам рассказать, сегодня, вот после более чем 100 лет исследования вот этих частиц, огромной энергии, мы используем различные установки. Если ГЕС использовал маленькие электрометры, полетел на воздушном шаре, сегодня наши установки, я говорю, не только наши, российские, я говорю о мировом масштабе, в мировом масштабе, они стоят, например, в Антарктиде, углубляясь на километры вглубь антарктического льда. Мы смотрим эти частицы из-подо льда, мы смотрим эти частицы под водой, мы смотрим и регистрируем эти частицы на поверхности Земли, мы запускаем аэростаты и запускаем космические аппараты. Вот арсенал наших средств, которые позволяют нам изучать вот эти частицы. Вот такая наша наука. Так что мы знаем о них? Где находится Певатрон? Певатрон — это название вот тех космических ускорителей, которые ПЭВа — это, помните, электрон-вольты энергии, электрон-вольты, да? ПЭВ — это электрон-вольт, это 10-15 электрон-вольт. Вот надо найти в нашей Вселенной вот те ускорители, которые способны разогнать частицы, вот этих ПЭВов, ПЭВатрон надо найти. Вы знаете, вот сразу тоже могу сказать, вот до сих пор не полностью эта задача решена. Так вот, люди обратили внимание, что звёзды-то взрываются, с чего я начал свою лекцию. Эти звёзды называются сверхновые. Они так вот по-четному называются, потому что на самом деле это старые звёзды. И когда звезда стареет, она коллапсирует. И рано или поздно вот этот коллапс приведёт к взрыву этой звезды. И вокруг этой звезды начнёт разлетаться вещество, магнитные поля, которые образуют ударную волну. Но полная аналогия со взрывом, правильно? И они обратили внимание, учёные, именно вот на эти астрофизические объекты, сверхновые. Последняя сверхновая, которую мы видели, но я имею в виду, видели с помощью нашей экспериментальной аппаратуры, взорвалась около нашей галактики, вы знаете, когда? Ровно 40 лет назад. И завтра в Институте ядерных исследований Академии наук будет торжественное, ну не торжественное, научное заседание, посвящённое вот этому юбилею. А вообще они взрываются. И вот мы ожидаем, что в пределах нашей галактики где-то раз в 30-40 лет где-то вот должны взрываться такие звёды. Вот мы ждём после 1987 года аналогичного взрыва, и никак дождаться не можем. Почему-то вот взрывов не происходит. Последний взрыв вблизи нашей галактики произошёл вот 40 лет назад. Но в других галактиках, наблюдая всё звёздное небо, такие явления наблюдаются, конечно, более часто. Так вот люди обратили внимание... Да, кстати, это не значит, что в 87-м году эта звезда взорвалась, правильно? Она взорвалась сотни лет назад. Этот свет от неё дошёл к нам, частицы от неё, рентген, гамма-излучение дошло к нам только сейчас, через сотни лет. Был, наверное, многие из вас знают фамилию великого физика Энрико Ферми. И, наверное, здесь есть какая-то связь. Энрико Ферми тот человек, который сделал американскую атомную бомбу. Это тот человек, это итальянский физик, который работал в Штатах, который запустил первый реактор в Чикаго. И, наверное, здесь вот эта работа в атомном проекте подтолкнула Энрико Ферми на то, что... Я имею в виду взрывы, да? Подтолкнула на то, что именно сверхновые звёзды, именно их ударные волны способны разогнать частицы, которые первоначально имеют малую энергию, но потом взаимодействие с ударной волной... Вот помните этот маленький клип, который я показывал? Вот эти ударные волны разносятся по нашей Вселенной, по нашей галактике. Так вот эти частицы, пересекая фронт ударной волны, он показал, что они могут быть ускорены, они могут приобретать громадные энергии. Это так называемый механизм ускорения Ферми. Это он первый предложил. А после этого и крымский Гермоген Филиппович, который до сих пор работает в Якутске у нас, развил эту теорию. Был ещё такой физик Белл. И вот это стало стандартной теорией. Вот мы поняли, физики поняли теоретически, запомните этот тоже момент, теоретически, поняли, что, в принципе, да, сверхновые звёзды могут ускорить частицы. Механизм был найден на кончике пера. 10-52 эрго. 10-52 эрго выделяется. Это гигантская энергия, которая выделяется при взрыве таких сверхновых. Новых звёзд. Гинзбург, Виталий Гинзбург и Сергей Саравадский, работавший в Фиане. Вы прекрасно, я думаю, знаете имя Виталия. Гинзбург и Нобелевского лауреата Сергей Иванович Саравадский, тоже знаменитый наш физик был. Вот они подсчитали, плохо здесь видно, всего 10% энергии взрыва сверхновой достаточно, чтобы ускорить все космические лучи, существующие во Вселенной. Понимаете? Именно поэтому физики уцепились, концентрировали своё внимание вот именно на этих астрофизических объектах, сверхновых звёздах. Это наиболее мощные энергетические процессы, происходящие во Вселенной, как мы сейчас понимаем. Так вот, я начал с истории исследований вот этих космических лучей экспериментальными методами. Ведь задача наша, одно дело нам теоретики, да, предлагают модель, а другое дело надо это доказать. Надо поймать эти частицы, надо измерить их физические характеристики, сравнить с моделированием и после этого сказать о ферме прав, о гинзбург прав и так далее, о крымский прав или нет. Или в чём-то они ошибаются, где-то что-то неизвестно. Надо было зарегистрировать эти частицы. Когда же первый раз поймали эти частицы? Я уже вам говорил, что для этого нужны были космические аппараты. Правильно? На первых спутниках их не увидели, но увидели радиационные пояса Земли. Совершенно другой феномен, физический феномен во Вселенной. Так вот опять наши учёные, они были здесь первопроходцами, Вернов, Григоров из Московского университета. Что они сделали? Вот для того, чтобы поймать эти частицы, зарегистрировать их большое количество, надо создать гигантский прибор, потому что тяжёлый, больших размеров, потому что этих частиц очень мало. Они воспользовались тем, что была холодная война, и Челомей, наш великий конструктор-ракетчик, сделал ракету, которая до сих пор летает успешно, большей частью под названием «Протон». Эта тяжёлая ракета была сделана специально для доставки ядерных зарядов, на территорию противника, до 20 тонн. Она уже тогда, в 60-х годах, могла поднять на низкую орбиту груз и опустить его куда надо. Так вот они уговорили, когда тестирование проходило, испытание этих ракет проходило, они уговорили руководство вместо макета ядерных бомб установить вот эти наши университетские приборы для регистрации космических лучей. И, извините, и они это сделали, они установили эти приборы. И что целью вот этих экспериментов была в изучении космических лучей где-то вот в диапазоне энергии, граничащих с энергиями, которые вот сегодня достигаются вот на наземных ускорителях, вот на LHC, на Большом Адронном Коллайдере. И вот что интересно, заметьте, это я вам пока такую прямую линию, она не всем понятна, не все вы, наверное, физики. Это энергетический спектр, количество частиц, которые приходят на данный диапазон энергии. Вот видите, как быстро уменьшается вот это количество частиц с ростом энергии. Вот это энергия коллайдера наземного. Вот задача была первых экспериментов понять, откуда, измерить физические критерии вот этих частиц. Достаточно энергичных частиц. И они это сделали. Они это сделали с помощью вот этих гигантских приборов. В 60-х годах, вы себе можете представить, советские ученые запускали приборы в космос. Таких четыре прибора было запущено. Их назвали, мы назвали, советские ученые, протонами. После этого Челами назвал ракету протон в честь этих первых экспериментов. Несколько тонн. Вот до сих пор я могу тоже сказать вам такую вещь. Нам не удалось осуществить подобного рода эксперименты. Они дорогостоящие, они энергоемкие. И масса, конечно, других проблем. Масса других проблем. Вот до сих пор подобного рода эксперимент не был осуществлен. Так вот, во главе этого эксперимента стоял Григоров, сотрудник Московского университета. И вот его красные точки. Он с помощью вот этих первых экспериментов поймал вот эти космические лучи, продвинулся до гигантских энергий. 10-15 электрон-вольт. Это практически вот та максимальная энергия, до которой могут ускориться частицы при взрывах сверхновых звезд. Он увидел эти частицы. Он и его сотрудники увидели эти частицы. И, в принципе, это было уже прямым доказательством того, что да, сверхновые звезды прекрасные кандидаты на роль ускорили. Это было в 68-м году. Представляете, как давно. Как давно. А это вот картинка, которая наглядно демонстрирует степень нашего понимания. Не обращайте внимания на, что означают эти точки. Это точки, это количество космических частиц, на самом деле, в диапазоне те же самые энергетические спектры. Обратите внимание, что вот здесь точек нет. А вот эта стрелка показывает границу ускорения, предельную границу ускорения, которую могут создать ускорители, модели ускорить на основе взрыва сверхновых. Пустота здесь. Вот задача современной науки сейчас заключается в том, вот нашей астрофизики, заключается в том, чтобы заполнить вот эту брешь. До тех пор, пока... А пунктиры, кстати, это вот модели, это модели оставлены на механизме ферме, который предсказал вот такую возможность ускорения давным-давно, вот сразу после войны. Вот наша задача сейчас вот этими точками заполнить вот эти пунктирные линии. Когда мы их заполним, мы можем перевернуть страницу вот этой главы нашей науки и сказать, да, такой механизм существует, да, такие ускорители существуют во Вселенной. И мы запустили в 2014 году очередной космический эксперимент. Вот он как раз, его название науклон, и он как раз нацелен на то, чтобы заполнить вот эту брешь, вот в этой интересной области энергии. Брешь. На самом деле, вы знаете, что здесь изображено? Здесь изображены вот эти космические частицы, а среди них есть разные частицы. Это наш водород, да, наиболее распространенный элемент во Вселенной. Это более тяжелые частицы. И проблема, на самом деле, заключается в том же, если по водороду мы так, по протонам, да, по протонам мы хорошо так представляем физические параметры, то по остальным частицам вот у нас сейчас есть белое пятно. Вот этот эксперимент, но кто нацелен на это? Нацелен на это. А теперь я хочу вам рассказать о частицах более энергичных, нежели те, которые могут создать на самом деле практически понятные нам ускорители на основе сверхновых звезд, да? Ведь энергия частиц простирается, вы видели вот первые картины, которые я показывал, до энергии 10-20, до энергии теннисного мяча, который бьет Мария Шарапова, да? Вот эти частицы откуда? Сверхновых для них уже не хватает. Надо найти такие астрофизические объекты во Вселенной, найти их, увидеть их и доказать, что есть такие объекты, способные разогнать частицы до таких гигантских энергий. Иными словами, где конец энергетического спектра космических лучей. Для этого должны быть созданы гигантского размера установок, потому что таких частиц очень мало. Вот это опять энергетический спектр, о котором я уже говорил. Мы должны преодолеть вот эту вертикальную стрелочку и продвинуться в нашем понимании до конца, поймать вот эти частицы. Вот это предельная энергия частиц, которые могут быть ускорены во Вселенной 10-20, электрон-вольт. Где вот те объекты во Вселенной, которые могут генерировать такие частицы? Это проблема. И нам уже сейчас ясно, что это частицы не в нашей галактике. Они прилетают к нам из других галактик. Если для частиц меньших энергий, которых мы с вами говорили, о которых я вам рассказывал, ответственно повторяют скорее всего сверхновые, мы уже близки к ответу на этот вопрос, то для этих честв надо искать совершенно другие астрофизические объекты. Наверное, более мощные. В чем здесь заключается проблема? А проблема заключается в том, что эти частицы не должны прилетать к Земле. Понимаете? 45 лет назад нет, больше уже 47 по-моему, такие физики по фамилии Грейзен американец, Зацепин, Георгий Тимофеевич и Кузьмин, наши российские ученые, кстати, Зацепин тоже сотрудник, работал в Московском университете. Вот они сказали, что эти частицы не прилетят никогда к Земле. Вот такой огромной энергии. Почему? Потому что, если верить той парадигме, что мы были созданы большим взрывом, а после большого взрыва во Вселенной была заполнена рентгеновским излучением, реликтовым излучением, то эти частицы взаимодействия вот с этими остатками, которые существуют во Вселенной после большого взрыва, должны погибнуть, не долетев до Земли. Они с таких огромных расстояний должны приближаться к Земле, что по пути к Земле они должны просто погибнуть вот на этом реликтовом излучении. Вот это сказали Грейзен, Зацепин и Кузьмин. Опять получается так. Зацепин и Кузьмин публикуют буквально через 2-3 месяца появляются публикации у американцев Грейзена и вот как бы не сговариваясь. Вот так наука иногда развивается. Так что этих частиц не должно быть. И вплоть до 2007 года, представляете, 40 лет практически прошло после их предсказания теоретического, наконец появились экспериментальные доказательства с помощью наземных установок, которые должны иметь огромную площадь. Такие наземные установки сейчас существуют. Это в Южной Америке уже международная коллаборация работает, в Северной Америке телескоп Эрейд, телескоп площадь, установка телескоп, да, и у нас Якутские. Вот три установки сейчас работают. И в общем-то все три установки где-то 2007 года согласились о том, что вот такое резкое уменьшение частиц где-то на уровне энергии 10-20 электроноволит действительно происходит. Действительно происходит. То есть гипотеза Грейзина, Зацепина, Кузьмина, что эти частицы не долетают до Земли, и мы их никогда в жизни не увидим здесь, но вроде бы оправдывается. Вот этот обрыв, как мы говорим, спектра действительно наблюдается. Но так тоже бывает в науке. Как только что-то начинает вырисовываться, сразу появляется масса противников и начинает выдвигать разные гипотезы. И вот эта гипотеза немедленно возникла. Слушайте, а почему это эффект Грейзина, Зацепина, Кузьмина абсолютно с этим не связано? Это просто во Вселенной вот Бог кто-то, да, Большой Взрыв не создал объекты астрофизические, которые могут ускорить частицы больше 10-20, 10-21. Всё. Но у них нету мощности взрыва больше во Вселенной. И это вполне достойная так сказать ответ на этот вопрос, почему попрывается спектр этих частей, почему эти частицы исчезают. И так, на сегодняшний день мы знаем, да, есть экспериментальные доказательства, что исчезают частицы выше вот этих энергии. Нету в природе частиц, протонов, более тяжёлых ядер с энергией больше 10-20, 10-21 вольт. Вот эти мы ограничены или нет? И вот здесь я ставлю знак вопроса. Почему? Не только я. Потому что посмотрите внимательно на эти данные. Вот то, что вот эти вертикальные линии здесь нарисованы, это то, что мы физики называем, это предел наших знаний, предел наших возможностей. Это наши ошибки. Это наши ошибки измерений. Вы знаете, сколько этих частиц? Я сказал, их мало. На один квадратный километр поверхности Земли эти частицы как раз долетают до Земли. Практически все. 10-19, 10-20 электрон-вольт. На один квадратный километр Земли падает одна частица в год. Вот такие интенсивности. Для того, чтобы зарегистрировать надо огромной площади детектора. Но я сейчас к этому перейду. Вот я хочу акцентировать на том, что на самом деле огромные ошибки говорят только о том, что мы имеем указание на то, что действительно этих частиц исчезают. Нам нужны более точные эксперименты для того, чтобы удостовериться. Либо это обрезание на реликте, либо это предел мощности астрофизических объектов. А есть еще одна загадка. Ее нам поставили все эти наземные эксперименты. Это буквально произошло последние годы. Вот это установлено. Я физику немножко вам объясню. Все вы знаете старые телевизоры, кинескопы. Там как картинка на телевизоре получалась. Электромагниты отклоняли электронный луч. И сканировали по поверхности кинескопа. Она светилась. Магнитное поле отклоняет заряженные частицы. Наша вселенная заполнена магнитными полями. Правильно? Заполнена магнитными неправильно в смысле я вам даю это знание. Слабенькие магнитные поля есть. Поэтому когда частица летит сквозь пространство на протяжении многих сотен световых лет, она безусловно должна отклоняться. Но частицы с энергиями, которых сейчас мы с вами рассматриваем, огромная энергия, предельные энергии. Кстати, мы их называем космические лучи предельно высоких энергий. Вот они не будут отклоняться в этих полях. На самом деле мы в данном случае можем иметь дело с так называемой протонной астрономией. Регистрируя эту частицу на Земле, мы сразу же увидим объект во Вселенной, измерив направление прихода этой частицы. То есть получается астрономия настоящая. Частицы не будут отклоняться в магнитном поле. Вот этим воспользовались наши коллеги на американских установках в Северной Америке и в Южной Америке. И вот какие чудеса они получили. Они сказали северная установка ТЕЙ, которая находится в Соединенных Штатах. Это международная коллаборация работает там. Наши ученые, кстати, тоже работают в Академии наук. Большая часть частиц приходит из этой области Вселенной. Окей, сказали они. Да, она приходит из этой области Вселенной, из этой области звездного неба. И здесь есть какие-то источники, которые наблюдаются оптическими астрономами, которые смотрят телескоп, там какие-то яркие звезды, созвездия, какие-то астропизические вещи. Ничего там не было. Это первый парадокс. Ничего в окрестности вот этого горячего пятна, как они это назвали, не было. Но чудеснее оказался другой результат. Через некоторое время, через год южноамериканская обстановка публикует результаты, тоже обнаруживает такое пятнышко на звездном небе, откуда приходит основная масса вот этих высокоэнергичных частиц. Она оказалась, смотрите, в другом месте. Так что получается? Разное небо над нами. То небо, которое мы наблюдаем из южного полушария Земли, это одно. Оно значит, там свои источники космических лучей, а в северном небе другие источники космических лучей. Вот это загадка, которая вот на сегодняшний день нас волнует, и мы должны ее решить. Действительно существует какое-то неравномерное распределение мощнейших астрофизических объектов во Вселенной, которые неоднородно распределены во Вселенной. Такие горячие пятна существуют. На самом деле это не первая, не последняя загадка, которая связана с текущими исследованиями, я вам говорил о самых таких актуальных. Что нужно для того, чтобы решить эту проблему? нужна статистика, как мы говорим. Нужно как можно больше поймать вот этих частиц с помощью экспериментальных установок, измерить их физические параметры и точно дать ответ на основе, конечно, моделирования. Моделирование. Так вот, мы в Московском университете воспользовались этим. есть такой эффект, когда вот эти энергичные частицы внедряются к нам в атмосферу, помнишь, я начал лекцию, и взаимодействуют с воздухом атмосферы, они гибнут. А вот эти частицы огромной энергии, они гибнут особым образом. Они излучают при этом ультрафиолетовый свет. Они гибнут в результате генерации вторичных частиц. Вторичные частицы возбуждают атомы воздуха, атомы воздуха высвечивают фотоны света, и фотоны света как раз в диапазоне длин волн соответствующего ультрафиолетового. То есть частица, попадая вот эта редкая частица, огромная энергия, попадая в атмосферу, рождает вспышку света. И измеряя вот эту вспышку света, можно определить параметры частицы. Какие энергии частицы, направление прихода. И это особый метод изучения космических лучей. Почему особый? Потому что если мы вот такой ультрафиолетовый телескоп поместим на спутник, запустим спутник, и направим этот телескоп не в небо, не в направлении нашей Вселенной, а направим на Землю, то мы можем покрыть огромную площадь, огромную площадь вот здесь, в атмосфере Земли, в попытке поймать вот эти частицы, которые пересекают нашу апертуру. Понимаете, да? На самом деле вот эта площадь получается это тысячи квадратных километров с помощью сравнительно небольших установок, которые могут размещены быть на больших высотах на космических аппаратах. Итак, идея заключается в том, эта идея, кстати, тоже частично принадлежит нашему российскому ученую. Ученую Чудакову я вам показываю. Он сказал, вот что будет излучаться ультрафиолетовый свет от таких частиц. Другой ученый Линсли предложил космический метод. До сих пор не было такого эксперимента. До сих пор, хотя уже лет 20 многие команды работают в этой области, но вот это удалось сделать нам. Мы запустили в прошлом году космодрома Восточный наш спутник Ломоносов. Наверное, многие из вас об этом слышали. И вот на борту этого спутника Ломоноса стоит вот этот прибор. Что это за прибор? Это телескоп, вот это зеркало полтора метра диаметра, всего полтора метра диаметра. В фокусе этого зеркала находится фотоприемник, который регистрирует как раз ультрафиолет, который идет от Земли, который идет от Земли, который попадает на это зеркало и концентрируется на фотоприемнике. Мы получаем картинку той вспышки, которая где-то в глубине атмосферы зарождается. Ну и что? Запустили мы этот спутник. Вот вам этот спутник, перед вами этот спутник, вот настоящее зеркало, вот наша команда, которая делала научную аппаратуру для этого спутника из космодрома Восточного первым запуском мы зарегистрировали, извините, не зарегистрировали, а мы запустили вот этот первый космический аппарат, первый телескоп на порту космической, который должен позволить нам ответить на вопрос, возможно ли с этим методом регистрировать космические лучи вот таких предельно высоких энергий. У меня нет картинок, но могу я вам сказать, что только вчера у нас в институте мы смотрели первые результаты, которые, я могу только осторожно сказать, которые действительно показывают возможность регистрации таких частиц. Но закончить свою лекцию я хочу другим. Ведь те звезды, о которых я вам рассказывал, сверхновые звезды, вот те какие-то мощнейшие, очень энергоемкие астрофизические объекты в дальней Вселенной, в других галактиках, которые рождают космические лучи, да, они существуют, они генерируют космические лучи. Но рядом-то с нами наша звезда, вот она, это же тоже звезда. Я вам сказал в начале, обязательно она взорвется. Но только это будет через 4 миллиарда лет. Но пока мы ждем этого момента или не ждем, да, проблема-то с этой звездой тоже физическая проблема очень интересная. И эта звезда, наша звезда, кажется, тоже генерирует огромные энергии космические лучи. И эти космические частицы несутся, бомбардируют и нашу планету, и другие планеты Солнечной системы. И вот буквально несколько слов я хочу вам сказать, а что же мы, собственно, знаем о нашей звезде, ее способности разогнать вот те низкоэнергичные пыль, плазмы, которые существуют до огромных энергий. Поверьте мне, это огромные энергии, сопоставимые с энергиями, которые генерируют сверхновые звезды. И опять Ферми нам помог, Энерика Ферми. Вот оказывается, Солнце, иногда на Солнце происходят вспышки, взрывы, взрывы, локальные взрывы в атмосфере. И огромные потоки плазмы, замагниченная плазма в магнитных полях распространяется по Солнечной системе. Ударные волны, те же самые ударные волны, которые образуются при взрывах сверхновых звезд. Частицы пересекают эти ударные волны и ускоряются механизм Ферми. Вот такая вот парадигма существует. Но существует альтернативная парадигма физическая, как объяснить существование вот этих очень энергичных частиц. А вот фотографии Солнечной вспышки. Вы видите вот эти магнитные поля. Это магнитные поля. Мы их визуализируем с помощью рентгеновского излучения. Рисуем такие, фотографируем в рентгене вот такую картинку и видим, что вот да, существуют такие магнитные поля в районе Солнечной вспышки. Вы знаете, вот это магнитное поле рвется иногда. Не иногда, как всегда, так заканчивается Солнечная вспышка. А был такой великий ученый Максвелл, да, есть уравнение Максвелла, который написал, который написал в своих знаменитых работах, что если магнитное поле быстро меняется, быстро, то возникает сильное электрическое поле. Вот это электрическое поле будет ускорять наши частицы. Видите, мы знаем кое-что, не кое-что, а очень много знаем о механизме ускорения частиц на нашем Солнце. А вот теперь, ну не страшное, но мы об этом должны всегда помнить. Все эти частицы, космические лучи, о которых я рассказывал, которых мало, солнечные космические лучи, это опасная штука, потому что это радиация. Слово радиация, я понимаю, какие ассоциации вызывают у всех, но радиация это действительно опасная штука. И вот если говорить про Солнце, то это уже хрестоматийный случай был. Насколько опасна радиация от Солнца? Я имею в виду космические лучи, радиация, потому что радиация иногда понимают и излучение в ультрафиолете, и в видимом свете. Но в данном случае я говорю об энергичных частицах. Опасны они или нет? Эти частицы не долетают до поверхности, они все гибнут в атмосфере Земли, отклоняются магнитным полем, но человек же вышел за пределы Земли, человек был на Луне, и вот это хрестоматийный случай. В 1972 году американцы, один из Аполлонов, был отложен его запуск на несколько месяцев. Почему? По технической причине. Если бы они полетели вовремя, эти ребята, астронавты, они бы не вернулись, потому что они бы схватили 4,3 зиверта. Это было потом уже. Потом об этом узнали, подсчитали, какие дозы радиации на поверхности Луны, у которой нет атмосферы, нет магнитных полей. Вот эти частицы от Солнца, если бы попали в момент прелунения астронавтов, астронавты, поверьте, не вернулись. 4,3 зиверта это летальная доза. Такие вспышки вот 1972 года, которые происходят чрезвычайно редко, но раз 10-20 лет. Сейчас, кстати, мы ждем такого рода вспышки уже много-много лет, а Солнце почему-то затикло, ведет себя каким-то совершенно аномальным образом на протяжении уже порядка 10 лет, наверное. Так вот, эта вот проблема влияния радиации на осуществление космических полетов имеет огромное значение. Вы знаете, почему вот мы физики очень опасны, с большой осторожностью отвечаем на вопрос а следует лететь на Марс? А потому что космические лучи существуют, они непрерывно бомбардируют пространство, существуют в межпланетном пространстве, они корабль бомбардируют постоянно. И вот те оценки и прямые измерения уже, которые сделаны, аппараты долетали до Марса и величины вот этой доз радиации мы прекрасно сейчас знаем, они чрезвычайно опасны. И как защититься вот от этих доз радиации при полете, долговременных полетах, это очень актуальная проблема. Она актуальная вот с точки зрения о чем сейчас все космические агентства думают, мечтают, так скажем, создать долговременную станцию на Луне. вот я вам могу сказать, вот на сегодняшний день ни мы в России, ни НАСА в американцах не можем четко ответить на вопрос, сколько времени, на какое время посылать экспедицию, можно посылать экспедицию на март, чтобы она была безопасной в период максимума или минимума солнечной активности. Во время максимума и минимума солнечной активности поток космических лучей в общем-то будет разным. Это некоторая проблема сейчас и она, ну вот пытаемся ее решить. Так что это действительно актуальная проблема. Но вблизи Земли, если уж говорить об опасностях, которые вот связаны связаны с этой радиацией, радиационные поясащие я начал, это очень опасное место. Космические аппараты летают везде, они летают в областях вот эти голубые террообразные структуры, это как раз структура радиационных поясов Земли. это наиболее места с наиболее интенсивной радиацией. Где стационарная орбита, вот те телевизионные спутники, спутники, которые транслируют телевизионные передачи, они летают как раз здесь, как раз здесь, на расстоянии примерно семи радиусов от Земли. Они пересекают край радиационного пояса. Здесь очень быстро изменяется радиация во времени, да, огромная флуктуация. вот здесь, во внутреннем, как мы называем, внутренней зоне радиации, это низкие высоты, здесь масса спутников сейчас летает, здесь огромные энергии частицы, от которых ни одна защита, ну, в общем, космического аппарата, я имею в виду, пассивная, в виде стенок, там, толщины стенок, она не спасает на самом деле, поэтому надо разрабатывать радиационную стойку, электронику. Ну, а где человек? А человек летает на международной космической станции вот здесь, низко, под поясами, и, в общем-то, радиационная опасность связана именно с радиационными поясами для космонатов, которые живут на космической станции, она сейчас не представляет особой опасности, хотя эффекты есть. Так вот, в чем сложность вообще всей этой проблемы? Этим мы тоже занимаемся в университете, занимаются наши коллеги везде, по всему миру, а сложность заключается в том, что вот, посмотрите, Земля, что такое Земля? Вот это Земля, вот это радиационные пояса, о которых я говорил. Земля окружена магнитным полем, да? Ну, вот я условно нарисовал. Вот те солнечно-энергичные частицы, которые летят от нашего Солнца иногда, да? Они отклоняются магнитным полем, и, казалось бы, они не представляют собой опасность для космических аппаратов, которые вращаются около Земли. Но, если мы здесь нарисуем где-то рядом Луну, они полностью попадут на лунную поверхность, на те аппараты, на того человека, который будет на Луне. Значит, они опасны вот для этих, космических аппаратов, для этого человека, который будет на Луне. А галактические, космические лучи, вот те, о которых я рассказывал, высокие, с самыми высокими энергиями, они проникают запросто через магнитное поле Земли, они преодолевают, часть из них преодолевает даже атмосферу, и создают здесь определенную радиационную опасность. Хотя их очень мало. И если говорить о дозах радиации, конечно, с точки зрения доз радиации, вот, например, для такого спутника, который вращается около Земли, конечно, основной радиационный опасный эффект будут создавать вот эти наши радиационные пояса Земли, но не космические лучи. Так вот, что проблема? Вот смоделировать все это на Земле, испытать в полной мере на 100% нашу аппаратуру и сказать, что для человека все это абсолютно безопасно, ну, просто практически невозможно. Мы приближаемся, по максимуму приближаемся к решению этой задачи. Нет таких установок нельзя, нельзя создать ускоритель, нельзя создать ядерный реактор, нельзя, никто не придумал такой радиоактивный источник, который одновременно будет излучать вот все компоненты радиации, которые свойственны вот для этих источников, галактических, солнечных космических лучей или радиационных поясов. Вот в этом наша трудность. В этом наша... И вот можете себе представить, вот на тот чип, да, на тот компьютер, а сейчас чипами, компьютерами напичкан любой космический аппарат, одновременно падают частицы радиации из радиационных поясов Земли от солнечных космических лучей и галактических космических лучей. Дело не в количестве, а в качестве. Качество, физические параметры, частиц разные. И эффекты, которые они будут вызывать внутри чипа, да, внутри полупроводника, разные будут. Такая физика, такая физика. Это проблема, эта проблема, она решается, и мы занимаемся этим. И то же самое на человека. Ведь все эти компоненты радиации одновременно будут воздействовать на человека, находящегося в открытом космическом пространстве. Но я имею в виду далеко от Земли. Если он находится около Земли, на международной станции, на него будут воздействовать в основном это вот радиационные пояса и галактическая космическая. Вот мы должны все это знать для того, чтобы подписаться под безопасностью полета в человек космическое пространство. Вот смотрите, это станция МИР, на которой успешно летали наши космонавты. Вот посмотрите, вот это здесь я не нарисовал время. Вот это примерно 90-й год, а это 2000-й год. Вот эта черная кривая, вот так менялась доза радиации на станции МИР вот в течение лет, в течение времени с 10 лет. И вот максимум, где-то приходит за 95-й год, максимум дозы радиации было на станции МИР в это время. Потом полетела космическая станция МКС, международная станция. Те же самые приборы были установлены для измерения радиации на этом космическом аппарате. Значительно меньшие дозы радиации были. Это было связано и с орбитой, это было связано и с защитой пассивной, которая на этой станции. Но вот видите, меняется радиация, мы должны знать вот эти параметры изменения радиации, чтобы обеспечить безопасность этих полетов. А вот вам совершенно как бы новая глава вот в нашей науке, которая связана с прикладными вопросами. Прикладные вопросы с радиационной безопасностью от космического излучения. Вот это совершенно тоже неожиданный эффект был. Астронавты Нил Армстронг, Олдрин, третьего я уже забыл, полетели на Луну на Аполлоне 11, да, и потом Олдрин сообщил, а вот я летел, да, от Земли до Луны, и у меня в глазах вспышки света были. Ну, то есть, это нормальный человек или что-то случилось, да? Но потом, недолго думая, биологи и медики и физики догадались, человеческий глаз регистрирует космические лучи, редкие. Среди космических лучей частиц есть ионы железа, есть железные частицы, да, частицы, состоящие из железа, да, неправильно сказать, железа, правильно? Вот это железо, тяжелые частицы, попадая в глаз, создают треки, так называемые треки, они взаимодействуют с веществом глаза и вызывают вот эти фосфены, вспышки света. И астронавты их видят, и астронавты их видят. Они увидели это. Это вот было, это было вот начало исследований так называемых тяжелых заряженных частиц в космосе. Ну, а дальше это произошло, вот видите, сколько лет назад, давно уже очень, да, но с тех пор вот эта наука, эта вот глава прикладных исследований с радиационной безопасностью начала очень интенсивно развиваться, начала очень интенсивно развиваться. Подключились биологи, и вот что они обнаружили. Посмотрите, слева от вас и справа от нас одна и та же клетка биологической структуры. Вот если мы эту биологическую структуру, клетка, состоящую из клеток, вот они, отдельные клетки, будем облучать потоком очень легких частиц, электронных, их очень много, допустим, электронные самые легкие частицы, да, это элемент, компонент радиации, безусловно, их много, то гипни погибла только вот в результате двух смертных одна клетка. А вот мы запустили с такой же дозой радиации тяжелые частицы, ионы, тяжелые железа, да, ну может быть там неона какой-нибудь еще, тяжелые, значительно тяжелее, чем протоны. Вот сколько клеток погибло в данной биологической структуре. Это просто реальная, так сказать, физика здесь очень простая, или биофизика очень простая, простая здесь, я не буду сейчас на этом останавливаться, но вот я останавливаюсь на этом. Вот эти тяжелые частицы, попадая вот в эту биологическую структуру, вообще говоря, могут, не могут, это доказано, экспериментально, но скорее вызывать изменения в ДНК-структурах. Что такое ДНК-структура? Ну, в общем-то, все те неприятности, связанные с канцерогенными эффектами, конечно, связаны с модификацией ДНК. И тяжелые частицы, попадая вот в ДНК-структуру, конечно, конечно, будут вызывать, будут вызывать эффекты долговременного воздействия. Вы знаете, как оценивали до сих пор радиационную опасность американские агентства? В отличие от наших, которые были, вот пределы радиационной опасности, оценивались на радиационных дозах, они оценивали радиационную опасность в виде времени дожития астронавта после совершения полета и дожития до момента, когда он получит раковое заболевание. Вот если это время очень короткое, считалось, что такие дозы радиации, такие воздействия радиационные опасны. Если это длительное время, вот слетал человек, пролетел до Марса, туда-обратно, вот раковое заболевание возникло через 20 лет, это нормально. А если 5 лет, это ненормально. Вот так они оценивали. Сейчас они приходят примерно к той же методике, что и у нас, но не исключают эту первую. То есть я хочу сказать, что у вас здесь вот этих тяжелых частиц действительно очень занимательная такая глава, и не все здесь понятно. Это буквально два года назад я просто сам был удивлен, услышав на одном из совещаний по радиобиологии космической, вот этот эффект возникает, когда частицы воздействуют на биологические структуры, вот эти особые частицы космического излучения, происходит что-то с нервной системой. И вот этот механизм абсолютно сейчас нашим космическим биологам он непонятен. Механизм вот этого воздействия на нейрофизиологический аспект воздействия. Но иными словами, если крысу, я крысу возьму в качестве примера, как они рассказывают, облучать тяжелыми ионами, то она себя начинает вести неадекватно во времени, сразу после облучения. Доза радиации минимальная, разрушений никаких нет, но с нервами крысы что-то начинает твориться. Но я не говорю уже аналогию с человеком здесь. А вот посмотрите, вот эти, да, и что интересно обнаружилось, вот кроме таких биологических эффектов воздействия космической радиации, люди очень быстро поняли, что аналогичные эффекты происходят, вот как я уже сказал, в микроэлектронике. Космический аппарат сейчас наполнен чипами, наполнен компьютерными системами. Эта электроника электроника очень чувствительна к воздействию вот таких частиц. Вот посмотрите, вот это данные спутника, который летает низко над Землей, низко над Землей. А вот точки, вот эти неприятные черные точки, они обозначают количество сбоев компьютера на каком-то космическом аппарате. Я сразу, да, кстати, могу сказать, любой космический аппарат будет сбиваться, ну, в смысле его системы. Вот в этом месте над Южной Америкой. Но частота сбоев может быть в зависимости от качества. Применяем мы китайскую электронику или американскую радиационную стойку. Она будет разная. Но сбиваться все равно будут. Реже или чаще. Так вот, сбиваются здесь. Ну, вот, гадали-гадали насчет этого. А потом казалось очень просто. Вот здесь вот наши радиационные пояса опускаются так низко над Землей, что космический аппарат задевает их, пролетая вот эту область пространства. Вот он, допустим, летит по такой траектории. Вот задел. И вот здесь начались у него сбои. Сбои в электронике. Это наиболее опасное место на низких высотах над Землей. А вот перед вами вот такой трек я нарисовал, да? Знаете, что это такое? Это последний виток нашего неудачного фобоса грунта. Вот здесь вот он прекратил свою работу, а он летел с юга. Вот так летел. Он пролетел аномалию, а вот здесь наступил конец. Понимаете, мы не можем сделать вывод, что причина гибели фобоса грунта заключается в воздействии тяжелых заряженных частиц. Но тот факт, что здесь совершались активные операции, там, про разделение ступеней, что-то еще они делали, говорит о том, что риск неудачи в этом случае чрезвычайно велик. Не надо здесь астронавтам выходить за пределы космического аппарата. Не надо здесь совершать нашим инженерам, которые работают по управлению космического аппарата, ответственных операций. Лучше пусть вылетит космический аппарат за эти пределы зоны и делайте с ним, что хотите. Когда я рассказывал на одной из лекций вот эту историю, да, сидел и тоже делал доклад Алексея Архивовича Леонов, он очень заволновался и потом попросил нас, говорит, а меня-то не задело все, но у него очень удачно, потом мы, кстати, никто это не анализировал, у него очень удачно получилось, его выпустили наружу вот здесь, да, и он пролетел над Советским Союзом, вот так, то есть он вышел за пределы космического аппарата вне Южно-Атлантической аномалии. Ну, а сейчас многие астронаты, тем не менее, выходят и здесь, но последствия, понимаете, они малопредсказуемы. Ну и что, и в заключение вам хочу сказать, я являюсь сотрудником Московского государственного университета, и мы этой наукой занимаемся уже, начиная вот со второго искусственного спутника Земли, мы продолжаем работать в этом я вам рассказал о том, чем мы занимаемся, вот всеми этими проблемами, о чем я рассказывал, мы занимаемся, и мы запускаем свои спутники, вот те спутники, которых вполне возможно вы слышали, Татьяна, Татьяна-2, Ютса, Релик, Нуклон, и вот сейчас запустили Ломоносов, вот они были направлены и направлены сейчас на изучение вот всех тех эффектов, о которых я вам сегодня рассказал. А это эффекты, это космические лучи, огромные энергии частицы, это околоземная космическая радиация, я вам ничего не рассказывал об интереснейшем эффекте, который мы тоже сейчас изучаем, эффекты, связанные с высотными разрядами, световыми такими разрядами, которые происходят на границе нашей атмосферы Земли, такие высотные молнии, вот этим всем мы занимаемся, спасибо. Источником сверхэнергетических частиц могут быть квазары? Да, да, это тоже мы изучаем, и более того, у нас был эксперимент вместе с американцами, мы на аэростатах запускали наши установки для изучения космических лучей, в частности, мы могли регистрировать электроны, запускали эти аэростаты из Антарктиды, в Антарктиде, на высоту по 40 километров, и вот там очень интересный мы обнаружили эффект, и чудесным образом совпал с моделью, которая предсказывает частицы темной материи. Вот такая работа была опубликована нами в Nature журнале, сами понимаете, престижный журнал, опубликовали эту работу, и написали, что это кандидаты, в общем, то, что мы видим, кандидаты в темную материю, но одновременно в этой статье написали, что это могут быть квазары. Так что вот две модели, они дают сходный результат. Да, квазары вполне могут генерировать энергичные частицы. Как так получается, что от взрыва сверхновой доходит такое большое количество частиц, которые относятся к космическим лучам, но так мало доходит нейтрино, потому что когда нейтрино регистрируют, в основном все нейтрино от Солнца, и там раза 3-4 зафиксировали нейтрино от взрыва сверхновой. Хотя, казалось бы, те же события и другие частицы идут, и для нейтрино дойти гораздо проще, потому что они меньше взаимодействуют. Какие продвинутые слушатели у нас. Ну, что я вам скажу, нейтрино много. Действительно, они генерируются и при сверхновых, и при других астрофизических объектах. Ну, вот вы правильно сказали в конце, они плохо взаимодействуют с веществом. Вот, например, те установки, которые мы создаем для регистрации нейтрино, мы регистрируем, как правило, частицы нейтрино, которые идут сквозь землю с обратной стороны, для того, чтобы попытаться с наибольшей эффективностью зарегистрировать эти части. они уже прошли огромный слой вещества, и они с большей эффективностью будут регистрироваться нашими детектами, нежели те нейтрино, которые прямо попадают в наш детект. Их трудно зарегистрировать, только в этом причина. Только в этом причина. Ну, то есть, от солнца же их регистрируют в большем количестве? То есть, я имею в виду, это же вопрос соотношения, если бы нейтрино от взрыва сверхновой доходили в таком же объеме, как и например от солнца, то регистрировались от солнца и от взрыва сверхновой примерно равное количество. А так получается, что от сверхновой просто не доходит. Иначе соотношение было бы другое, разве нет? Как так получается, что космические лучи, они в таком большом количестве, что постоянно бомбардируют Землю, а нейтрино от сверхновой я еще раз отвечу, проблема только в их регистрации. Если кто-то придумал детектор, с огромной эффективностью, с достаточно эффективностью регистрировал нейтрино, все бы выровнялось. Понятно. Хорошо, спасибо. У нас вселенная заполнена нейтрино, но мы их не видим своими инструментами, понимаете? Потому что такой инструмент создать очень сложно. Еще раз вот допустим Байкал, на Байкале наша самая крупная установка есть, сейчас ее расширяют. Как она регистрирует нейтрино? Нейтрино пролетает сквозь землю, попадает в воду Байкала и где-то на глубине сотни метров стоят детекторы, которые регистрируют взаимодействие уже остаточных, потерявших свои основные свойства нейтрино. Если бы мы сумели придумать такой детектор, который бы со стопроцентной эффективностью или большой эффективностью регистрировал нейтрино, я думаю, проблем бы не было. Скажите, пожалуйста, а почему вы говорите, что Солнце взорвется? Прогнозы изменились? Почему оно взорвется? Ну, понимаете, только потому, что другой модели нет. Звезда стареет, человек стареет, звезда стареет, наступит коллапс. Другого люди просто другой модели не придумали. Если придумают другую модель, мы должны экспериментально ее придумать. Мы видим, потому что, знаете, вот ответ простой, потому что мы видим, как они взрываются. они на наших глазах взрываются, эти звездочки. Ну, звезды-то разные. Солнце недостаточно массы для взрыва сверхновой. Это карлик будет? Это же не взрыв будет. Почему? Ну, будет красный гигант, сброс оболочки, это плавный процесс. А, не взрывной. тогда вопрос в том, что вы называете взрывом? Если будет выброс оболочки, я называю это взрывом. Очень медленный взрыв, ну, хорошо. Время относительно солнечного 11-летнего цикла, оптимальное для полета космонавтов на Марс, были такие суждения высказаны в разных популярных изданиях, что в период максимума солнечной активности солнечный ветер как бы оттесняет взаимогалактические лучи. И в определенном плане период максимума солнечной активности в какой-то степени страхует, защищает от галактического воздействия. Вот так ли это на самом деле в вашем представлении? Абсолютно вы правы. Очень хорошую статью вы прочли. Это как раз проблема, которую мы решаем сейчас НАСА. Действительно, буквально в апреле опять приезжают к нам сотрудники НАСА, мы будем садиться в совещательную комнату и обсуждать именно эти вопросы. Знаете, в чем заключается проблема? Действительно, сходя с этой модели, которую вы сказали, во время усиления солнечной активности галактические и космические лучи выметаются из нашей гелиосферы. И, казалось бы, радиационная опасность, связанная с межпланетными полетами, должна уменьшаться, потому что галактического излучения будет меньше в годы максимума цикла солнечной активности. А в годы минимума будет больше, уже больше галактических и космических лучей будет проникать в нашу гелиосферу, в наше межпланетное пространство. Вот так думали мы. Но как раз наши оценки говорят то, что здесь пренебрегается воздействие солнечных вспышек. Во время солнечных вспышек, которые довольно происходят с определенной частотой, вот для длительных межпланетных полетов, Марс туда-обратно, полтора-два года, вот как раз этим пренебрегать нельзя. Если этим не пренебрегать, то надо менять опять вот этот подход и делать другие заключения. Вот сейчас мы с насовцами столкнулись на том, что вот по-разному мы оцениваем время пребывания, о чем говорил на Луне, астронавты, насколько, как долго может астронавт жить на Луне. Я имею в виду в незащищенном месте. Там придумали разные рытье нор, там разных, чтобы защищаться от солнечных вспышек. Если человек просто на поверхности Луны, вот наши оценки совершенно противоположны странами с американцами. Они начинают это сейчас понимать, но в смысле мы приближаемся друг к другу. Это проблема. Знаете, в чем? Ну, еще углубленно немножко я скажу. Проблема здесь сейчас вот, в чем заключается. Мы не очень хорошо знаем, до каких максимальных энергий частицы могут ускоряться на Солнце. Вернее так, мы не знаем точные параметры этих частиц. Мы знаем, что они ускоряются до гигантских энергий, там, гигаэлектрон-вольт, но вот параметры, которые позволили бы точно вычислить дозы радиации, вот, к сожалению, мы не знаем. Вот на этом происходит вот такого рода разногласия и попытки приближения позиций. Вот в этом плане одно уточнение. Значит, можно ли в свете вот новых за последние 5-10-15 лет полученных данных уже критически относиться к понятию дозы радиации, поскольку высокоэнергетичная частица может не дать вот то, что энергетику дает, а при прицельном попадании в клетку она может очень большой биологический эффект нанести. Наверное, отступает сейчас та концепция радиационной безопасности, которая была в начале космических полетов. А вы не из МБП сами? Я из МБП. Ну, вы видите, вы лучше меня должны об этом рассказать. Спасибо. Поэтому спасибо за этот комментарий, я придерживаюсь вашей точки зрения, я слышал наших коллег из МБП много раз на эту тему. Конечно, сейчас меняется парадигма подхода к радиационной опасности. Коллеги, это действительно так. Одно дело убить биологическую структуру огромной дозой радиации, это понятно, да, как это все происходит. А другое дело воздействие малых доз радиации, тяжелых частиц, здесь еще работать и работать надо. То, что эффекты есть, но как их интерпретировать, как на основе изучения эффекта оценить риск радиационной здесь много-много работы. Вот об этом наш коллега вот и говорил. Сейчас. Можно еще вопрос? Огромное спасибо за вашу лекцию. Мне, например, очень понравилось. Это было очень как-то интересно и ясно и вообще прекрасно. А вот я слушала вашу лекцию вот как бы такую специальную с позицией попытаться целостно восприять, то есть вписать в свою систему. И вот с позицией управления и связи всех явлений во вселенной вот кибернетика это такая вот меганаука. Она сегодня очень популярна. И вот с позицией управления и связи вот если так сказать попытаться в ваши такие специальные знания писать в свою целостную систему, то возникает такой вопрос. Вы ни разу не говорили о темной энергии и темной материи. Это гипотезы все-таки или темная материя вообще вот она имеет уже так сказать вы о ней уже говорить как действительной так сказать материи, которая существует и как так сказать она же в общем должна влиять на все процессы во вселенной и в том числе вот на процессы ускорения, регулирования, управления всех так сказать вот такой глобальный вопрос. Это как раз вот кибернетики о той науке, которая претендует на звание меганауки современной. Ну здесь по поводу кибернетики как-то я с вами не очень могу согласиться вот что-то такое глобальное, но тем не менее это конечно интересная наука, но вы как-то сконцентрировали наше внимание на том, что темная энергия, темная материя первооснова всего. Ну понимаете, это гипотеза на сегодняшний день. Надо спокойно к этому относиться. Вот я работаю в институте, серьезный институт. Вот мы, я уже опубликовали такую работу, сказали, что возможно мы увидели частицы темной материи. У меня есть заместитель, вполне компетентный физики человек. Его точки зрения, что всю темную материю придумали так ради интереса. А он занимается очень серьезными вещами. Ну поэтому это модели. Понимаете, люди придумывают модели, потом пытаются их доказать. И на каком-то этапе действительно эти модели могут совершать бесконечно долго, таких очень мало моделей. Какие-то модели подвергаются сомнению. Но на сегодняшний день большая часть людей действительно склоняется к тому, что нас объединяет в мире, это состоит из видимой материи барионной и огромной доли невидимой темной материи. Ну вот такая парадигма есть. Доказательства этому экспериментальных на сегодняшний день вот поверьте мне, нету. Вот попыток огромное количество, работ миллионы уже, да, но окончательных доказательств этого нету на сегодняшний день. Но обойтись без этой модели с другой стороны мы тоже не можем, потому что ничего лучшего не придумали. я бы так примерно ответил на ваш вопрос. Но на самом деле это не тема моей лекции была, это специальная лекция по этому поводу. Скажите, а почему перестали летать на Луну? Был какой-то такой момент, когда вот Аполлон, череда Аполлонов, а потом человек перестал высаживаться на Луну. Уже незачем? Ну, может я несколько со смешного вам отвечу. Я такой же точный вопрос задал на другом немножко ракурсе одному моему приятелю, который окончил физфак, а сейчас работает в НАСА в Соединенных Штатах. Я у него спросил, Слав, а почему это у вас никаких проектов на Луну нет сейчас в НАСА? Вот мы что-то тут мечтаем в Российском космическом агентстве в Академии наук, а вы там ничего. А он ответил очень правильно, а что там делать? Ну, сделали американцы полетали на Аполлонах, привезли кучу камней, надо и с этим разобраться, правильно? Но, видимо, из-за того, что американский космический агентств не видела больших задач, которые достойны вложения государственных средств. Но сейчас вот другой интерес возник к Луне. Почему? Я не знаю, в курсе вы или нет, почему мы, русские, захотели лететь на Луну, скажем, лет 10 назад, гелитрий, искать там, для того, чтобы создать новые установки тут термоядерные на Земле, доставлять это гелий-3. Но потом похоронили эту идею. Сейчас нашли другую идею. На мой взгляд, она, ну, я так скажу, требует внимательного отношения к себе. Вода там вроде бы есть на Луне. Да, если есть вода на южных полюсах, в тени кратеров, ну, значит, с этой водой можно что-то сообразить там, на Луне сделать, сами понимаете, что жизнь можно организовать какую-то. Поэтому идея должна быть, понимаете? Американцы летают дальним планетам, потому что их никто не видел. Это идея. Лететь на Луну, наверное, они прекратили, потому что, ну, исчерпали, исчерпали интерес на определенном этапе. Вот так я бы ответил. Спасибо. Спасибо. Спасибо.